Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 21 октября, суббота, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из 2-го послания апостола Павла Коринфяна, 1-я глава, стихи с 8 по 11. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Оссии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх сил, так, что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. При содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня читаем и рассматриваем второе послание апостола Павла Коринфянам, где в первой главе апостол Павел говорит о неком приключении, если можно, конечно, это так назвать, которое приключилось с ним в Оссии. В 8 стихе он говорит, что не хочет оставить Коринфян в неведении о той скорби, которая приключилась с ними, то есть с Павлом и с его помощниками в Оссии, потому что они были отягчены чрезмерно и сверхсил, так что не надеялись остаться в живых. Надо рассказать, что мы не можем с точной уверенностью сказать, что же именно приключилось с ними в этой провинции Римской империи. Дело в том, что дальше в повествовании апостол Павел в 11 главе этого послания будет говорить о том, какие искушения и какие бедствия претерпевал апостол Павел во время своих путешествий миссионерских и во время того, как он проповедовал. Это и кораблекрушение, это и нападение от разбойников, это и бичевание как римской власти, так и своих собратьев-иудеев. Он перечисляет множество различных бедствий, в которые он попадал. Он попадал под пристальное внимание как римских властей, так и иудейских старейшин, которые были начальниками синагог в той или иной местности, где существовала иудейская диаспора, с которой обычно апостол Павел и начинал свою проповедь как среди людей, которые знают священное описание Ветхого Завета, которые знакомы с так называемым Танахом, то есть Тора Невиим Китувим. Это собрание священных книг Ветхого Завета, которые придерживаются иудеи. И так он начинал там проповедовать и страдал и от них, не говоря уже о тех разбойниках, которые поджидали тогда на дорогах. А надо сказать, что беспредел на дорогах существовал тогда в большей степени, нежели он может существовать в каких-то территориях сегодня на земном шаре. И так апостол Павел говорит о том, что они были отягчены чрезмерно и сверх сил. И очевидно, что это было очень тяжелое испытание, которое было тяжело даже тем людям, которые претерпевали все лишения путешественников того времени. И надо сказать, что очевидно, это были очень мощные скорби, это были очень мощные испытания по своей тяжести. Так что они не надеялись остаться в живых. То есть, вероятно, они уже готовились расстаться с жизнью, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. И действительно, бывает в жизни наступают такие моменты, когда чувствуешь, что уже никакая человеческая сила, никакая человеческая воля и никакой человеческий разум не может разрешить критической ситуации. И только упование на волю Божию дает человеку жизненную энергию бороться за эту жизнь, несмотря на всю катастрофичность ситуации. И здесь как раз таки говорит апостол Павел об этом, что сами себя они уже по факту считали по человеческому закону, по человеческим меркам, уже почти что умершими, но как минимум приговоренными к смерти безапелляционно. И поэтому надеялись только на Бога, который по логике этого стиха, в логике апостола Павла, «Тот, кто воскрешает, тот может и помочь выжить». И это логично. В 10 стихе апостол Павел говорит, «Который избавил нас от столь близкой смерти». То есть упование апостола Павла было справедливым, и оно исполнилось. Все, что произошло с ним тогда в этой ситуации, он отдает в руки Божии и говорит о том, что только с помощью Божией он смог преодолеть эти испытания. «И избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит». Да, Господь избавляет по молитвам и по вере человека, и апостол Павел надеется, что в будущем он также будет своим невидимым присутствием избавлять апостола Павла в критических ситуациях, когда этого будет требовать миссия апостола Павла. И 11 стих. «При содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам походатайство у многих, многие возблагодарили за нас». И так апостол Павел знает, что за них молилась община. И, конечно же, этот стих вновь и вновь говорит нам о важности соборной молитвы друг за друга, за путешествующих, за болящих, и за тех, кто нам дорог, и даже за наших врагов. И апостол Павел говорит о том, что те, кто за нас молились, должны благодарить Бога о нашем избавлении, так же, как и мы благодарим Бога за всех тех, кто молился о нас. И здесь, конечно же, апостол Павел говорит о том, что эта молитва общая должна быть бескорыстной, которая направлена к Богу по любви к ближнему, а не по долгу. И апостол Павел в этом отрывке говорит очень искренне, очень открыто о тех переживаниях, которые он претерпел во время своих путешествий. И этот отрывок говорит нам о том подвиге, который совершил апостол Павел во имя веры во Христа распятого и воскресшего. Дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда мы читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе! И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова